Полевой выход это своеобразный экзамен после недельной подготовки. Условия приближены к боевым, впереди целый каскад упражнений. Это высотная подготовка и организация переправы через реку, отработка засады и уход из нее. И все это скрытно, слаженно, четко. Поиск и задержание преступников элемент обязательный. Внимание, лёгко землю! Лёгко землю, лёгко из кармана! Были отработаны вопросы десантирования с БТР, а также использование БТР в специальной операции по блокированию и уничтожению незаконных бандформирований. Навыки переправы – особый скилл бойцов. Конечно, основные азы сегодня дают даже детям в патриотических лагерях. И на первый взгляд может показаться, что все достаточно просто. Натянул, проехал, но на самом деле здесь все сложнее. Степень натяжения троса, его длина и толщина – все это бойцы-высотники определяют, исходя из собственного опыта. Все зависит от того, от задачи, что нужно. Либо как можно быстрее переправиться. Нужно учитывать, опять же, есть ли раненые носилки, будут ли переправляться, будут ли переправляться рюкзаки с очень большим грузом. Все это учитывается. И отсюда уже определяешь, какой переправы ты будешь натягивать. Еще один норматив – нейтрализация преступников на водных объектах. Эти навыки в арсенале ОМОНовца тоже должны быть. Впрочем, на этом полевой выход Рязанского ОМОНа не закончен. Впереди поиск и уничтожение, а также нормативы по стрельбе в дневное и ночное время. Из всех доступных видов табельного оружия. Максим Васильев, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...